Блюдо у нас сегодня основное, судя по тому, что ингредиенты все не сладкие. Осталось единственное уточнить, это будет что-то с тепловой обработкой или же что-то это будет холодное под стать нашей жаркой погоде. Будет пополам, то есть мы немножко обработаем креветки, обжарим, а так это будет овощная паста с креветками. Кабачки у нас не будут тепловой обработке подвергаться? Нет, они за счет соуса промаринуются и будет очень вкусно. То есть такой еще элемент сыроедения присутствует. В какой последовательности мы будем обрабатывать все продукты? Обжарим креветки с черри и также порежем мелкими слайсами все овощи. Чтобы блюдо было нежнее, от кожуры избавляемся. И кабачок хоть и маленький, но мы режем достаточно воздушно. Когда по-другому порежешь, вот достаточно, например, огурцы порезать не кружочками, а соломкой, и уже какой-то получается другой вкус, другое ощущение от блюда. То же самое и с цукини, если резать там не кубиками, не пластиночками, а вот так вот шинковать таким ножом для очистки овощей. В принципе, и с огурцами тоже можно такое же проделывать. И это, мне тоже кажется, веяние азиатской кухни. Они вот это все любят. Огурцы нарезаем точно таким же образом. Креветки очищаем полностью. В нашем случае снимаем хвостики, они были с хвостиками. Если это не очищенные креветки, то надо разморозить и почистить. И вот у нас уже заготовка помидорок есть. И сейчас мы это все будем обжаривать. Разогреваем сковородку в идеальном варианте. Жарим на масле ГХИ. Напомню, что оно не выделяет канцерогенов, поскольку уже перетопленное. И отправляем вместе, после того, как сковородка разогрелась, креветки вместе с помидорками челя. Перец нарезаем тоненькими полосочками. Если вам очень повезло и достался прям совсем спелый авокадо, можно вилочкой его размять. Но в нашем случае... Немножко недоспел. Да. Поэтому нарезаем кубиками. Заправка у нас такая двойная получается. Первое – это маринад, которым мы маринуем сам кабачок. И это уже готовая смесь. А второе, когда мы уже добавим креветки и добавим помидоры, это будет уже заправка номер два. То есть такой вот двойной соус. Кать, а из чего вот эта вот смесь готовая состоит? Это лимон, имбирь и специи. И немножко масла добавим. Итак, первый соус, он же маринад, перемешан вместе с нашей основой для салата. И теперь мы уже собираем полностью готовые блюда. Нам сюда необходимо добавить наши креветки с помидорками черри. И затем второй соус, который будет состоять из размельченного миндаля, мелкого авокадо, оливкового масла и сока половинки лимона. А, и еще и кинза. Вот такое у нас получилось блюдо. Салат очень сложный, ингредиентов много. Здесь и креветки, и припущенные помидоры, и авокадо, и кинза, и цукини, и перец, и огурец. Но, в общем, польза от такого блюда многократная. Ровно как и питательные его характеристики тоже очень высоки. Но, тем не менее, он достаточно легкий для лета, и достаточно быстро мы сделали его. Да, четыре руки, так вообще, минут десять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова